2017 год пройдет под знаком экологии. План мероприятий, направленных на воспитание у подрастающего поколения, бережного отношения к природе, уже составлен. Это наблюдение за птицами, учет водоплавающих и различные мастер-классы. В центре внешкольной работы номер два состоялось занятие по изготовлению эко-кормушек. Самому юному участнику всего два с половиной года. Задача занятия – объяснить, что для птиц полезны семена подсолнечника, тыквы, овес, просы, белый хлеб. Допустимо, используют печенье, правда без соли и сахара. Чтобы сделать такую кормушку, нужно взять гвоздик или какую-нибудь иголку. Вот у меня гвоздик. Нужно проколоть вот здесь вот печеньки дырочку. Вот тут есть по краешку дырочки и нужно проколоть. Потом после этого взять какую-нибудь веревочку или ниточку, провязать через эту дырочку два раза узелком. Взять масло и намазать вот эту поверхность. Здесь можно использовать вот такие семечки подсолнуха или тыквенные. Также можно взять сухие плоды шиповника. Изготовление съедобных эко-кормушек или валентина для пернатых – одна из номинаций традиционного конкурса «Покормите птиц», который проводится в городе пятый раз подряд. Принять в нем участие можно до 18 февраля. Кроме эко-кормушек есть номинация «Традиционные кормушки для печушки» и «Мой вклад», когда все желающие могут задать для зимующих птиц корм. Мы постарались конкурс сделать особенным. Во-первых, новшество то, что все победители областного этапа примут участие во всероссийском конкурсе «Кормушек». И уже приготовлен некий такой банк подарков. И главным нашим подарком на сегодняшний момент является планшет. С готовыми угощениями для пернатых ребята отправились к реке Талка. Там они не только подкормили уток, но и приняли участие во всероссийской акции по учету зимних водоплавающих птиц. К этому увлекательному занятию дети присоединились с удовольствием. 65, 66, 67, 68. Те ребята, которые сделали наиболее точные подсчеты, получили небольшие сувениры. В итоге только у свадебного моста на Талке зазимовали 84 утки. Пока дети внимательно считали, орнитологи успели рассказать много любопытных фактов из жизни водоплавающих птиц. Карли Ней, когда описывал виды, в частности, описывал утку Крякову, он описал ее как два вида. Как один из видов он описал самца, как второй вид самку, то есть утку и селезня. Ну, естественно, это ошибка Линнея, она вскоре была исправлена, но такой научный анекдот он остался. У моста в районе мемориала Красная Талка юные орнитологи увидели только Кряков. Хотя в предыдущие годы на Уводе еще встречались и другие виды водоплавающих. Журавлеобразные. Лсуха, камышница, а из уток красноголовый и красноносый нырок. И даже белолобый гусь. Цыплят по осени считают. А вот уток в середине января. По мнению орнитологов, это самое удобное время для учета зимней водоплавающей птицы. Все зимовки устоялись уже и имеют такую стабильную численность, именно ту, характерную для всей зимы. Потому что раньше, когда были утепли, они могли растягиваться на большую площадь, на большее расстояние, даже вылетать из города на какие-то оттаившие реки и ручьи. А сейчас сконцентрировались все вот после морозов, во время утепли, когда и люди могут подойти, и утки здесь все вместе. И проще сосчитать, и наиболее устоявшаяся зимовка. Через некоторое время, ближе к весне, утки начнут искать участки для гнездования. Данные могут получиться неточными. Всего в этом году на реках города орнитологи насчитали 2042 кряквы. Фабит рекорд 2015 года, когда ученые зафиксировали 1600 уток. Причина в таком небывалом скоплении птиц, по мнению специалистов, в том, что утки прилетели зимовать в город из соседних населенных пунктов, где замерзли водоемы. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.